МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-1 протягивает новины региона. У студии Наталья Игнатенко. Добрый день. Сборы уроджа зерневых на Гомельщине практически завершены. Убрано 99% палетков. Агульный намолот Гомельской области складает 936 тысяч тонн сбожжа. Все лет аграрам пришлось працевать у надзвучая тяжких умов на дворье. Не глядя на это, державный заказ, от которого залежит харчовая безпека краины, будет целиком выполненным. Не глядя на спякоту для Гомельского комбината хлебопродуктов самая горячая пора уже пройшла. Господарки, которые обслуговываются этим предприемством, привозят рештки собранного сбожжа. В разгар уборочный тут прималю и среднем около 2 тысяч тонн зерня в сутки. Доведенный план на рыхтолке 40 тысяч тонн харчовой пшеницы и 15 тысяч тонн жито-амальвыконаны. Але колькость не обменяя строгих потребований по якости. Супрацовники лаборатории проверяют вильготность, отсутность шкодника, усмейцы и наявности инших культур, отповедность колеру и паху. Несмотря на достаточно сложные погодные условия, в этом году пшеница по количеству клейковина намного лучше, чем пшеница прошлогодняя. По натуре пшеница тоже очень хорошая. По сорбной перемести проблем особых не было. Возвратов тоже в этом году особых не было. Заховывается зерня у силостных вежах или вата, где вытремливаются потребные климатичные умовы. При необходности ожидаются сушка и допроцовка. На этот час козбожжа будет отгруженная на хлебопекарне. На остатне пойдет на перепроцовку властным мленом, который сейчас находится на реконструкции. Тем временем выполнение государственного заказа выходит на финишную промышленность и на других предприятиях агропромислового комплекса региону. На сегодня уже поставлено 125 тысяч тонн. Это 84% от необходимого объема. Также, я думаю, что за ближайшие 5-10 дней будет обеспечена поставка в полном объеме на хлебозаготовительной организации. Все идет своим чередом. Пытаемся подстроиться под погоду, но уже насколько получается. Но по этому году, я думаю, что это тоже не самый плохой урожай, который мог бы быть. Руслан Пролясковский, Максим Савин, Александр Александронец. Водолаз зауважил на дне сожа предмет, который по форме нагадывал артиллерийский снарад. Поведомление об этом было передадено у областный военкомат, а сам пляж на час разминирования закрыли. По кольке снарад находится на дне реки, потребовалася допомога саперов, которые также имеют навыки водолазов. У нас работают, есть группа водолазов, это Витебская 103-я мобильная бригада. И именно водолазы работают именно по водоемам Республики Беларусь. Снаряд времен Великой Отечественной войны, он всегда опасен, потому что он находится в очень плохом состоянии, так как очень долго пролежал в земле. На протяжении 15 лет у нас статистика показывает, что где-то за год до тысячи взрывоопасных предметов на территории Гомельской области обезвреживается. Протягиваем выпуск. У Гомель пройшел День Добра. Шлях милосердности пропоновал БРСМ, який организовал доброчинный марафон «Усе фарбы життя для тебе». До акции долучилась Катярина Сапельникова. Кап стать больше добрым, не треба вучиться в университете або наведывать специальные тренинги. Достатково быть человеком. Да помогчи близкому просто лишать активиста БРСМ. Доброчинный кермаш, раздача буклета, упамятные фотосдымки, посадка древорадостей в Доме-интернате для детей с психофизичными особенностями, а головная увага и теплые слова – минавито гэтым щодро делились арабяты. А кроме того, яны подрихтовали конструктивные пропоновы как полепший доброчинный рух на Гомельщине. Мы провели дебаты в рамках проекта «Выбирай.бай», целью которого было узнать проблему волонтерства, с чем сталкиваются, с какими препятствиями молодые люди, которые просто хотят безвозмездно отдать частичку добра, но, к сожалению, иногда встречают какие-то, скажем так, преграды. У делу доброчинным марафоне приняли белорусские озорки. Своим прикладом яны доказывают – творить добро – гэта духовная необходность. Первоочередная задача, скажем так, даже не задача, а, вероятно, необходимость отдать кусочек того, что мы можем сделать, как артисты. Часть себя в данной ситуации – это, наверное, самое малое, что мы можем тому, кто нуждается в этой помощи. Кульминацией Дня добра стал концерт у Громадско-культурным центра, который проходил под названием «Усе фарбы життя для тебя». Мероприемство организовано в поддержку двух гомельских студентов, которые опынулись в тяжкой жизненной ситуации. Дарья Мазуренко и Владислав Климашевский трапили в ДТЗ. Допомогу молодым людям мог каждый. Для этого нужно было просто купить квиток на концерт. Этот доброчинный марафон на помин. Для милосердности у нас есть каждый день. Есть ощущение сопричастности к тому доброму, что происходит, что творится в этом мире. И мы стараемся любым способом к этому как-то присовокупиться. Екатерина Сапельникова, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине завершились святочные мероприемства, присвеченные 90-годию створения Гомельской епархии и 25-годию ее дражения. Боскую литургию на территории прихода, дядя будавництва храма святого покутника Иоанна Воина в Жлобине, означали у митрополит Минский Заславский, патриарши Экзарху сия Беларуси Павел. Тут же у ладыка здесь не учин закладки первого камня у подмурок будущего храма. Подробностей двухденного визита в Гомельскую епархию митрополита Павла в материале Святланы Князевой. На пятые дни после Босской литургии у свято-петропавловским кафедральным собором Гомеля и хрестного хода до помника святителя Кирилы Туровского митрополит Павел в сопровождении архиепископов и епископов наведал святыми Кольским Мушсинским монастыр Гомеля. Тут у ладыка означали улитый юно могиле незабывного архиепископа Аристарха, який в 1990-м годе был призначен керующим архиереем Гомельской епархии. Миновито архиепископ Аристарх стоял для вытока в отраджении епархии. Воспринявший христианство еще в советское время, когда церковь была гонима, он прошел очень непростую школу, сохранил веру, смог приумножить ее в своем сердце, принять монашеский постриг и стать одним из первых архиереев возрождаемой Белорусской Православной Церкви. После Микольского Мушсинского монастыра архиереус строкали же хоры ветки и добруша. На протягу двух дней, подчас своего наведывания Гомельской земли, митрополит Павел неодноразово означал, его сердце радуется тому, что сегодня православные храмы не пустуют. Люди мают махчимость свободно молиться, просить и отримливать по своей вере. Ибо дай гэта самая каштолная, особенно когда вернутся в атеистичное минулое. Мне хочется сегодня вспомнить добрым словом покойного владыка Аристарха, который стоял у истока Возрождения. Вспомнить сегодня и преснопамятного епископа Тихона Шарапова, который был первым полноценным епископом города Гомеля. Также хочется вспомнить и первого епископа векарного города Гомеля, который канонизован и пришли с ним клику святых новомучеников, владыку Митрофана Краснопольского. Другий день визиту у владыки Павла почался со святочного богослужения на территории Прыхода, где будуется храм святого покутника Иоанна Воина в Жлобине. Отбылся и член закладки первого камня у подморок будущего храма. Святый покутник Иоанн Воин служил в войске римского императора Юлиана Отступника. Разом с иншими воинами он был отправлен забивать гнаных христиан. Знешне все так и выглядало. На справе Иоанн Воин оказывал великую поддержку христианам. Все свое житие он присвятил служению ближним. Жил в участии и святости. В рамках святкования тысяча годзи с того момента, когда пошел в житие христитель Руси князь Владимир, по благословению епископа Гомельского и Жлобинского Стяфана, каучех с мощами ровноапостольного князя Владимира, принесен в городы Гомельской епархии. Первыми поклонились святыни жахары Жлобинам. В этот день архиереи наведали свято-успенский жаночий монастырь у везцы Казимирова Жлобинского района. Искренне радуюсь тому, что совершается сегодня на Гомельской земле. Под амафором епископа Стефана происходит очень много хорошего, важного на благословенной, теперь я уже говорю с полной уверенностью, на благословенной Гомельской земле. То, что мы сегодня видим и в Гомеле, и в Жлобине, это преображение внешне, украшение городов, украшение веси. Это все свидетельствует о том, что сегодня происходит внутреннее преображение человека. Светлана Князева, Сергей Лукашук, телерадо и компания «Гомель» со Жлобинского района. И на этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. До встречи в вечернем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова